Итак, чем обусловлена такая тема? Ну, дело в том, что многие люди пишут мне много сообщений, вопросов и говорят «Оль, ну вот смотрите, вы все время говорите про то, что нужно думать позитивно, про то, что, значит, нужно сосредотачиваться на хорошем, я сосредотачиваюсь, но почему у меня так много дерьма?» И знаете, вот это очень интересный момент, потому что я не говорю о том, что нужно думать позитивно, и я вообще не люблю формулировку «позитивное мышление», потому что позитивное мышление – это как правильное питание, толку об этом говорить. Вам кажется в какой-то момент, что вы правильно питаетесь, но при этом вы жрете все равно много, вы все равно употребляете всякое дерьмецо, простите, и ничего, никак это на вашей фигуре не отражается. То же самое происходит и с вот этим позитивным мышлением. У вас есть мнимое представление о том, что такое позитивное мышление, вам кажется, что вы мыслите позитивно, вам кажется, что это каким-то образом отражается на вашей реальности, но запомните очень простую вещь, если в вашей жизни не происходит динамических, регулярных улучшений вашей жизни, качества во всем, в отношениях, здоровье, финансовой истории, в вашем внутреннем ощущении мира, потому что мы становимся счастливыми тогда, когда мы, нормальные люди, я имею в виду, развиваются, когда вы чувствуете, что вы причастны к чему-то большему, что вы несете какую-то пользу, вы реализовываетесь в карьере, вы реализовываете какие-то свои внутренние или внешние таланты, вот это приносит нам ощущение кайфа. Так вот, если у вас нет регулярного, постоянного ощущения, что вы хотя бы на каплю становитесь круче, то ни о каком позитивном мышлении, о какой-то вашей классной работе говорить не приходится. И многие говорят мне о том, что, например, я проходил рерайтер жизни, говорю, ну окей, рерайтер жизни проходили, а дальше отошли, у рерайтера жизни же погреб есть. Не, ну мне так типа все понятно. Или кто-то говорит, ой, да я книжки как бы читал, я там эфиры ваши регулярно с ручкой смотрю, или кого-то там еще что-то смотрю, в общем, я в теме. Так вот, запомните, что если вы не работаете каждый день, еще раз я хочу обратить ваше внимание на фразу каждый день над улучшениями и не столько над позитивным мышлением, сколько над каждым элементом, который должен быть в вашей голове согласован, сейчас я расскажу, что такое каждый элемент, то говорить о том, что типа я не понимаю, почему моя жизнь не улучшается или становится хуже, вообще не приходится. Сегодня дам вам очень классное образное сравнение, которое лично мне очень нравится. Вы все знаете и слышали, может быть, кто-то пробовал играть на музыкальном инструменте, кто-то из нас пробовал танцевать или в детстве заниматься гимнастикой. И есть некие очень общие простые правила, которые все люди абсолютно используют. Ни один музыкант никогда не выйдет выступать, неважно, в соло или играть в оркестре, не настроив свой инструмент. Ни один никогда не начинает выступление, если он вначале не настроил свой инструмент, даже если он его вчера настраивал. Ни одна гимнастка, а я гимнастики знаю уже очень много, не начнет тренировку с предметом, если она вначале не разогреет свои мышцы и свое тело. Ни один танцор не выйдет танцевать вначале на паркет, если он хотя бы вначале не сделает минималистическую, но тем не менее какую-то суставную гимнастику, разогрев свое тело и подготовив его. Так почему же вы считаете, что ваша жизнь, а наша реальность очень просто устроена, наши мысли имеют энергетическую определенную частоту, такую себе энергетическую подпись? Каждое наше внутреннее состояние, а с любыми мыслями у нас есть связаны некие эмоции. Например, когда мы видим вкусную еду, нам становится приятно, когда нам говорят хорошие слова, или мы видим человека, который нам нравится, нам становится хорошо и приятно. Когда мы видим некую ситуацию, где что-то страшное произошло, у нас происходит ужас, страх, мы испытываем определенные эмоции. И каждая из этих эмоций имеет некую энергетическую подпись, некое энергетическое сплетение. Точно так же, как радиоволна имеет определенную частоту. Когда вы переключаете радиоволны, вы переключаете каналы. Вы не видите, как вы это делаете, вы просто клацаете на кнопку, но тем не менее это происходит. Поэтому вокруг нас огромное количество волн. И всегда, когда я говорю по поводу квантовой физики, люди расширяют глаза и думают, что я покурила. Но я задаю соответствующий вопрос. А вам не кажется, что немного странно, что вы сейчас смотрите телефон? Что вы там видите людей? Вам не кажется странным, что вы целый день проводите, глядя в коробочку, и можете общаться, как вам кажется, с людьми со всего мира? Может быть, это тоже галлюциноген? Может быть, это тоже иллюзия? Вы же об этом не думаете, когда вы едете в автомобиле? Вы же не думаете, какие процессы происходят в механике сейчас? Почему это едет? Вы никогда не сидели в самолете и не думали, а как он вообще летит? Как это возможно? Тем не менее, существуют определенные законы физики, и это происходит. Так почему же вы тогда считаете, что когда мы говорим о мыслях и об их энергетической вибрации, способности притягивать к себе похожие вибрации, это кажется вам фантастикой? Почему? Лишь по одной причине. Потому что вы еще об этом мало знаете. Потому что вы еще никогда раньше с этим не сталкивались. Ну так, welcome. Самое время об этом узнать. Итак, как я уже говорила, наша реальность формируется посредством того, что находится в нашей голове, точнее, что мы испытываем, когда мы о чем-то думаем или что-то говорим. Большинство людей находится в состоянии страха, страха, что их уволят, страха, что не хватит денег, страха, что их не любят, страха, что с ними случится что-то плохое, страха, и это на самом деле так. У каждого человека есть свой набор страхов, но тем не менее большинство людей неосознанно, постоянно находятся на волне страха. Вот эта история про нелюбовь к себе, это страх то, что я кому-то не нравлюсь, я для кого-то недостаточно хорош, мне никто много не заплатит, я в этом мире не подхожу и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли одну мысль, что вашу реальность формирует ваша энергетическая частота. Это, давайте так, в зависимости от того, какие песни играют на радиостанции, это называется, например, радиорок или радиошансон. То же самое у нас, вы на радиошансон будете слышать только шансон, то же самое происходит с человеком. И тогда вы мне скажете, Оля, ну а почему тогда, я же хочу все в жизни хорошее, а почему же тогда у меня все так не очень хорошо? Ну смотрите, радиошансон может хотеть быть радиоблюз, но до тех пор, пока радиошансон будет ставить композиции шансона, оно радиоблюз никак не станет. То же самое у нас, вы можете хотеть хорошее, но при этом не делать, не думать об этом и не перенастраивать себя. Так вот такая интересная штука, что каждый день мы себя программируем и делаем это абсолютно неосознанно. Когда люди живут, рождаются, люди делают это неосознанно. Кто-то, например, рождается в семье, где, ну вот как, например, мои дети, рождаются в семье, где мама лидер, папа лидер, где мы любим работу, где мы любим развитие, где мы любим комфорт. И наши дети растут в этой среде, как в абсолютно естественной. Их повергает в шок другая среда. Они не понимают, когда они видят ленивых детей каких-то, когда они видят другую модель, она им кажется ненормальной, потому что они не привыкли к этому. Тем не менее, есть другие люди, которые смотрят на нас и говорят, вы что ненормальные, вы что такое делаете, вы что? Вот недавно к нам, например, приходили гости, знакомые. И приходила девочка 4-х лет, дочка. И вот девочка, например, еще не ходит на горшок, она писается в колготке часто, какает в колготке. Она еще ничего толком не умеет делать. В то время, как, например, там мои дети в 4 года уже умели совершенно другие вещи. И вот там разница между моей младшей дочерью и девочкой 2 года, а по ощущению 10. И у каждого из родителей есть свое понимание нормы. Те родители смотрят, на что творят мои дети, да, там, сколько у них медалей, там, сколько они тренируются. И они говорят, вы ненормальные, у ребенка нет детства. А я смотрю и думаю, бля, да я не хочу такого детства, простите, постоянно писать и какать в колготке. Если это детство, то нам такого детства не нужно. Это наша собственная, у каждого есть картина мира. У нас есть некое понимание о том, как устроен мир. Каждый из нас представляет свое, вот это красивое слово, парадигму. Мы сами с вами выстраиваем, что есть правильно в наших глазах, а что есть неправильно. Мы сами с вами для себя определяем, что такое успех и неуспех, что такое бедность и что такое богатство, что такое хорошие люди, что такое плохие. Почему мы можем достичь успеха и почему не можем? Мы сами для себя это определяем. И я хочу, чтобы вы это поняли, что ту реальность, каждый из которой, каждый из нас, давайте сейчас, не могу так, что-то заплетается язык, каждый из нас имеет ту реальность, которую создает для себя. То, что мы берем по вере своей, помните, как в Библии, то, что мы способны, во что мы способны поверить, как мы себе это представляем, именно эту реальность мы и получаем. И поэтому так происходит, так знакомо об астрала. Вот видите, у людей есть желание всегда, вот в моем огромном спиче, заметьте, человек нашел только это, потому что когда у нас есть внутреннее говно, мы всегда притягиваем внутреннее говно, мы другого способны, не способны увидеть. То есть все, что я рассказала, человек ничего из этого сейчас не услышал, он не понимает, какую пользу я даю, но он, главное, нашел, значит, что я где-то обосрала. Обосрала – это ваша сейчас способность во всем моем спиче увидеть то, что близко вам. Это всего лишь ваша трактовка. Я говорю о том, что каждый имеет право создавать свою реальность. И для очень многих людей мои, например, дети, которые постоянно там тренируются и развиваются, точно так же, как и я, являемся ненормальными. И я действительно часто слышу о том, как люди говорят, «Боже, ну я бы не хотела жить такой жизнью». Я хочу, чтобы вы понимали, что не существует нормального и ненормального. Нету такой классификации. Писать в 4 года или в 4 года завоевывать пьедестал. У каждого из нас есть собственная картина мира. И забудьте об этих вот вещах, плохое или хорошее. Перестаньте вешать на людей клише, потому что это всего лишь ваш взгляд сегодняшний. А завтра вы можете посмотреть на эту ситуацию совершенно иначе. Меня на самом деле не волнует это, потому что я очень, ну как бы, как вам сказать, я очень сильно сосредоточена и уверена в том, чего я хочу. Мне очень сильно нравится заниматься собой. Но я должна вам давать примеры, чтобы вы понимали, как это устроено. Поэтому, если сегодня вам нравится, вернее, даже не так, сегодня вы живете так, как вам сегодня нравится. И ваш результат, который вы имеете, этому подтверждение. И может быть такое, что вы в голове хотели бы как-то по-другому, но тем не менее вы этого не получаете. Вопрос, внимание, почему вы этого не получаете? А не получаете вы этого потому, что вы ничего для этого не делаете. Как я вам уже сказала, каждый музыкант перед тем, как выходить на сцену, занимается настройкой своего инструмента. В принципе, человек, каждый, должен заниматься тем же самым, если он хочет, чтобы его инструмент звучал прекрасно. В данном случае под словом инструмент я подразумеваю нашу жизнь. Как я вам уже сказала, самая прямая взаимосвязь нашей реальности это наши мысли. И то, как мы думаем, то, во что мы верим, то, что мы проговариваем, то, что мы ощущаем, и формирует нашу реальность. И картина следующая. Если я хочу изменить свою реальность, то прежде всего я должна изменить свои мысли. Как это сделать? Ну вот смотрите, простой очень пример. Когда я хочу похудеть, почему я, первый вопрос, который я задаю, почему я сегодня выгляжу так, как я выгляжу. Необходимо произвести анализ. Я вам это говорю сейчас о питании, и вы это тоже самое переносите на мышление. Я смотрю и думаю, сколько я ем. Первая вообще рекомендация всех диетологов, людей, которые занимаются питанием, это записывать, сколько вы за день чего съели. Просто записать это. То есть вот вести учет. Потому что очень у многих людей есть ощущение, что они, как вот я говорю, думают позитивно. Точно так же, что они питаются правильно. Когда человек проводит такой анализ и потом разбирает его со специалистом, то он очень часто видит, что он перебирает по калориям в два, в три, а иногда и гораздо в большее количество раз. Потому что, например, даже банальное незнание, когда человек съедает горсточку орешков, а вы знаете, сколько калорий в горсточке орешков? Вот посмотрите калораж. У человека начинается паника. У меня была подруга, которая за день выпивала 8 стаканов латте, и она считала, что у латте 0 калорий. То есть она абсолютно продвинутая девчонка, но она в этом не разбиралась. Поэтому первый момент, который необходимо сделать, это зафиксировать, чтобы было понятно, с чем работать. Когда вы зафиксировали этот калораж, вы начинаете понимать сразу же, почему вы не худеете. Потому что вы очень сильно перебираете в калориях. И вы понимаете, что для того, чтобы вам получить фигуру вашей мечты, вам необходимо этот калораж сократить в 2 раза, в 5 раз, в 0,1 раз, неважно. Есть для этого определенные рекомендации, для того, чтобы вы получили тело своей мечты. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо взять под контроль свое питание. Потому что пока вы будете питаться так, как вы питались, по ощущениям, вы не можете похудеть. Простой пример, правда? Понятный. И когда вы начнете следить за тем, что вы кладете в рот, что вам необходимо сделать? Вам необходимо включить силу воли, дисциплину, потому что гораздо проще есть то, что естся, заехал в Макдональдс, заехал, купил в магазине, что-то приготовил, чем начать контролировать, что ты ешь и сколько ты ешь. Это стресс. И эту привычку необходимо в себе выработать. Для того, чтобы мы что-то в жизни могли поменять, нам необходимо пройти через дисциплину, через жесткий контроль. Да, встаете в 10 утра, а надо вставать в 8 утра. То же самое. Первые подъемы будут даваться сложно с будильником, но затем это перерастет в привычку. То же самое происходит и с нашими мозгами. Прежде всего, важно засечь, о чем вы вообще думаете и говорите. Очень полезное упражнение – это когда мы вообще записываем свои мысли. Первое, я, например, своему мозгу даю задание. Вот просто даю ему, как своему подчиненному. Я его утром программирую. Я ему говорю, я сегодня хочу, чтобы ты внимательно следил за каждой моей мыслью. И как только ты будешь видеть, что я начинаю кого-то критиковать, быть чем-то недовольной, раздражаться, говорить какие-то негативные вещи, я хочу, чтобы ты мне об этом напоминал. Я просто проговариваю эту фразу своему мозгу несколько раз. И я вам хочу сказать, что в тот момент, когда у меня начинают какие-то просыпаться не те мысли, я это начинаю фиксировать. Первая наша задача – начать это улавливать, потому что раньше мы не обращали на это внимания. Это как задание – посмотреть на калорийность продукта, прежде чем его употребить. Раньше вы не смотрели на этикетку, а теперь начали смотреть. Это наше первое задание. Второе. Нам необходимо понять, как часто мы перебираем со своими, как часто у нас возникают негативные мысли, как часто мы недовольны. Вот нам необходимо этот момент засечь. Когда вы это засекаете в себе, вы видите истинную картину, и вы понимаете, что засекаете-то вы не всё, вы понимаете, что вы имеете еще большой объем мыслей, которых вы пропускаете. Помните о том, что любая негативная ситуация, любая история про то, что я устал, меня раздражают, любая реакция на другого человека негативная, когда он вас взбесил, когда вам захотелось сказать, что он козёл, когда вам захотелось кого-то покритиковать, помните, что это ваша вибрация. Я уже неоднократно говорила, что всё, что мы испытываем по отношению к другим, для других не имеет вообще никаких негативных моментов. То есть человека, по отношению к которому вы испытываете негативную эмоцию, это никак не касается. Любой негатив, любое раздражение, любая ненависть, эта эмоция имеет отношение и притягивает к себе еще больше подобных эмоций только по отношению к тому, кто её испытывает. Поэтому, когда вы хотите кого-то, как часто говорят, облить говнецом, помните о том, что вы в этот момент слонёнок. Вы поднимаете хобот и льёте какашки на себя. Это тоже важно понимать. Итак, когда возвращаемся, когда вы начинаете понимать, что в вашей жизни достаточно много вот этих раздражений и прочих штук, это очень хорошо. Почему? Потому что, когда мы понимаем это, мы начинаем осознавать, каким образом, почему наша реальность, точнее, есть такая, какая она есть. Мы начинаем понимать вот эту взаимосвязь. И для того, чтобы что-то изменить, как я уже сказала, нам необходимо подключить силу воли, дисциплину и то, что мы называем осознанностью. Я лично беру для себя вот это такое модное понятие осознанность и расшифровываю его очень просто. Я думаю, что я делаю. То есть я не просто что-то делаю, как обычно. Я не просто реагирую на разные ситуации. Это плохо, это хорошо, этот козёл, этот не очень. А я думаю перед тем, как отреагировать. Я начинаю думать, а что, если сейчас я отреагирую плохо? Что будет? Я буду испытывать негатив. А что будет, если я буду испытывать сейчас негатив? Я притяну к себе ещё больше негатива? Не, нифига. Это как ночью, когда вы подходите к холодильнику, и там есть страшно вкусный торт, ваша рука тянется и просто его ест. Либо ваша рука тянется, и вы думаете, вот я была в зале, я много работала над своей фигурой, я себе во всём отказывала. И сейчас один кусок торта, один маленький кусок торта просто всё это нахрен уберёт. Всю мою работу над собой в течение этих нескольких дней или недели. Я не хочу. Я хочу торт, но я лучше его съем завтра утром, потому что у меня будет время эти калории переработать. То есть это когда вы своей головой красивой думаете перед тем, как что-то сделать. Вот что происходит теперь дальше. Я вам говорила о настройке инструмента. Оля, при чём тут настройка инструмента? Ты об этом сказала сто раз. А вот при чём? Она при том, что когда вы понимаете взаимосвязь между мыслями и реальностью, и когда вы понимаете, что ваши мысли определяют реальность, вы говорите себе, хорошо, что мне нужно сделать, чтобы изменить реальность? Мне нужно изменить мысли. А соответственно, я не привык контролировать свои мысли. Я вообще не понимаю, как это. Так вот, как раз история следующая, что наш мозг является программируемым. И точно так же, как мы можем с вами в тарелку класть не то, что нам положили, или то, что было в холодильнике, а то, что мы сами для себя определим, если мы хотим достичь неких результатов в нашей фигуре, мы можем пойти и выбрать себе продукты. Все это знают, что в магазин можно пойти и купить нечто другое, подумать над тем, перед тем, как есть, что я буду есть для того, чтобы получить нужный результат. Так вот, с мыслями такая же история. Вы должны подумать над тем, а что мне необходимо думать, чтобы я получил другую жизнь. Если я думаю о себе как о бедном, если я не люблю богатых, если я всячески отрицаю деньги, если меня раздражают успешные люди, смогу ли я в свою жизнь притянуть успех, богатство, деньги, смогу ли я это сделать, если я знаю, что закон притяжения работает, понимаю ли я, что пока я ненавижу деньги и все, что с этим связано, в моей жизни просто не может быть денег. Понимаю, окей. Значит, мне необходимо изменить свои убеждения. И мне необходимо для того, чтобы что-то изменить, нужно разобраться, а какие у меня есть. Было бы неплохо, чтобы вы поработали, например. Сели однажды, возьмем вопрос денег, и понаписывали все, что у вас касается денег. Все, что вы думаете о людях с деньгами, о дорогих вещах, о том, почему вы не можете их заработать, у вас же есть тысяча оправданий, почему вы не можете это сделать. И когда вы это все себе выпишите, когда вы это все себе выскажете, вы увидите очень интересную картину, которая, знаете, как вот, это как пойти в моем любимом шоу в одном телевизионном, когда я его смотрела, была история про то, когда Толстяков отправляли людей, которые хотели похудеть, их отправляли в супермаркет с продуктовой корзиной, чтобы они положили тот обычный набор продуктов, которые они кладут. Вот здесь то же самое, вы как будто бы вывалите перед собой ваш обычный набор мыслей на тему денег, на тему здоровья, на тему отношений. Ведь многие люди говорят, да нету нормальных мужиков, или да бабы все, ну, раньше так говорили, я уже давно не слышала такую фразу, но тем не менее, все женщины проститутки, все шлюхи, все хотят только денег. Как мужчина может найти для себя подходящую партию, если он считает, что все женщины бляди? Ну, простите. Как женщина может построить отношения, если она считает, что все мужчины козлы? Все изменяют, все будут трахать ее гувернантку, так как это делал ее муж. Как? Поэтому первое, вам необходимо это вывалить, а затем внимательно это все порассматривать, и я обычно задаю себе следующий вопрос, когда я выявляю у себя какое-то интересное убеждение. Я себе задаю вопрос такой, Оль, скажи, пожалуйста, если ты будешь продолжать думать так, как ты думаешь, например, что много денег сейчас, вообще денег лиги сейчас зарабатываются сложно, например, как ты думаешь, если ты продолжишь думать эту мысль, она тебе поможет заработать больше денег или нет? Я, конечно же, не глупая вроде, я говорю, ну нет, ну понятно, что эта мысль является моим оправданием не зарабатывания денег, да? Ну, то есть вы должны вот это себе расколоть. Я вам показываю очень простые приемы. Вы понимаете, что если, например, вы говорите, что нормальных мужиков нет, то можете ли вы встретить своего мужчину? Вам это поможет? Фраза, формулировка, убеждение, которое с вами живет, что нормальных мужиков нет. Поможет ли она вам встретить нормального мужчину? Нет. Соответственно, мне необходимо от нее избавиться и заменить ее на противоположную. То же самое касается денег. До тех пор, пока вы будете считать, что сейчас не то время, не то количество, не то, 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 вы будете притягивать именно это. Как я вам уже говорила, во Вселенной есть все варианты. Все варианты. И для того, чтобы это понимать, нужно видеть, что, например, вот период коронавируса. Мои знакомые, подумайте тоже об этом, может быть, вы общались, мои знакомые разделились на жестких два лагеря. Один лагерь – это люди, у которых в 2020 году был страшный упадок, серьезный упадок в бизнесе, очень многие развелись. действительно был конкретный год, который делил людей на два лагеря. И были люди, в лагерь которых вошла и я, у которых был очень сильный подъем. У меня последний раз такой подъем был там где-то в 2012 или 2013 году. Очень сильный подъем. Очень сильный. Соответственно, первое, что вы должны осознавать – это выбор. Счастье, успех – это все выбор. И выбор прежде всего вот здесь. То, что вы излучаете. Поэтому вы, зная это, должны честно ответить себе на вопрос. Вот эти убеждения, которые у меня есть, или одно какое-то, оно мне поможет или нет? И если вы понимаете, что оно вам не поможет, значит, избавьтесь от него, замените его. Но если оно вам нравится, вот людям очень многим нравится страдать. У нас же, помните, такая модель воспитания была через страдания. Мы все время любим вызывать жалость, чтобы нас пожалели, чтобы… Вот я заметила, что у меня аллергическая реакция на это. Когда человек хочет, чтобы я его пожалела, мне его хочется послать. Я очень не люблю, когда люди вызывают жалость и пытаются на этом сыграть. Я гораздо больше, например, если будет стоять бабушка, условно, которая просит деньги, и бабушка, которая продает морковку, цветочек, или что-то еще, инстинктивно я обязательно куплю, или даже не куплю, просто дам денег этой бабушке, потому что она давит не на жалость, она делает некое действие. Может быть, бабушке не лучший пример, но просто, чтобы визуально вам было это понятно. Вот это огромная разница между тем, каким образом вы решаетесь достичь своей цели. Так вот, снова возвращаемся к инструментам. Для того, чтобы ваши мысли были правильные, помимо того, что вам их необходимо составить, как с продуктами, определить новый набор убеждений и мыслей, которые должны у вас быть. Вам необходимо их в свою голову вбить, взять миксер, и вот как яйца, знаете, вбивают в пену густую, то же самое сделать с вашими новыми мыслями. И это, теперь самое главное, хочу, чтобы вы это поняли, это такая же история, как с вашим телом. Это не история одного дня или одного раза. Нет. Это на всю жизнь. Это ваш выбор на всю жизнь. Инструмент, музыкант, не настраивает один раз в год или в неделю, или в месяц. Танцор не разогревается один раз в какой-то период времени. Я же разогревался в этом году. Че, я дурак, что ли, опять разогреваться? Гимнастка перед каждой своей тренировкой, которых в день может быть три, разогревает свое тело заново. То же самое делаете вы. Я это называю ментальными практиками, потому что каждый мой день, еще раз, каждый мой день начинается и заканчивается, иногда это бывает в середине, по-разному, с упражнений, где я программирую свою реальность, где я в свою голову вкладываю те мысли, те эмоции, те ощущения, которые необходимы мне для той реальности, которую я для себя желаю, а не для той, которая получается. И ежедневное программирование вытесняет мои старые программы, старые убеждения, старые модели жертвы, человека, который в себе не уверен, человека, который поддается чужому влиянию, человека, который расстраивается по пустякам, человека, который ноет, вот этого всего. Каждый день я работаю исключительно над тем, чтобы создавать ту реальность, которой мне нравится жить, потому что это моя жизнь, потому что это моя жизнь, это главное, что у меня есть. И я не желаю ни одного дня своей жизни куда-то давно, куда-то далеко засовывать, я не желаю откладывать свою жизнь. И когда вы говорите о том, что сейчас не время, когда вы говорите о том, что начинаете кого-то критиковать, когда вы говорите о том, что вы не хотите, что так не получается, что реальность другая, я просто развожу руками, я не понимаю. Я не понимаю, почему вы до сих пор живете так, как живете. Я не понимаю, почему вам не нравится улучшать свою реальность. я не понимаю, почему вам не нравится быть богатым, я не понимаю, почему вам не нравится влиять в каком-то своем мире, ведь когда вы занимаетесь бизнесом или когда вы занимаетесь какой-то работой, вы получаете какое-то место для влияния, вы можете улучшать что-то, вы можете свой отрезок своего огорода в жизни делать лучше. Я не понимаю, почему люди этого не делают и взамен жрут в это время семечки, жалуются на то, что там в новостях происходит, я даже до сих пор не знаю, у нас президент сменился, не сменился, что там в Америке, вообще понятия не имею, даже радио переключаю, когда слышу новости, потому что меня это вообще не интересует, я не хочу этим жить от слова совсем, вот честно. Посему все достаточно просто и это, как по мне, гениально, вообще вселенная устроена гениальным образом и мы с вами являемся маленькой частью этой вселенной и имеем доступ абсолютно ко всему, но только из-за того, что большинство людей не хочет развивать свой мозг, не хочет заниматься своим собственной личной прокачкой, только поэтому жизнь большинства выглядит очень не гуд, очень не гуд, когда не то, что отдых себе люди позволить не могут, жизнь обычную не могут, в супермаркет не могут зайти, купить то, что хочется, шмотку купить не могут, ничего не могут, и это печалька. И я хочу сегодня вам напомнить о том в очередной раз, что все, что вы имеете, это только потому, что это у вас вот здесь. И если у вас сегодня крутая реальность, вы огромный молодец, потому что вы можете подтвердить мои слова, вы не просто так это получили. Если вы не имеете, то вместо того, чтобы ждать, пока кто-то прилетит в голубом вертолете, пока найдется мужчина, если вы как женщина не работаете над собой, то поверьте, принца вы не привлечете, ну просто знайте это, потому что мужчина всегда подтягивается под стать вам, он не просто так подтягивается, он подтягивается под стать вам в этот период жизни. Именно поэтому, как я говорила в прошлом эфире, браки часто распадаются, потому что люди растут, развиваются, деградируют. Мы же тоже, знаете, не только вверх едем, мы можем и вниз ехать, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, посмотрю сейчас ваши вопросы, чтобы, возможно, на что-то ответить. Так, давно вас не слушала, даже не знаю, почему так интересно и полезно. Ну вот, я тоже не знаю, почему легко жить без панических атак, вот у меня они самые. Ну, панические атаки у вас же тоже не просто так. Это ваши внутренние страхи, ваша внутренняя неработа с собой. Вот оно все и появляется, это вы себя как довели, да, понимаете, что у вас панические атаки начались. Как конкретно вы настраиваетесь? Значит, может, какие-то практики конкретные. Конечно, практик очень много на самом деле, но это как история про школу, да. Для того, чтобы вы могли изучать практики, вам необходимо изучить алфавит. Вот, в общем-то, обучением алфавита и дальнейших практик я и занимаюсь. Поэтому welcome, приходите ко мне в Рерайтер жизни, и, конечно, я вас всему абсолютно научу. Моя задача сейчас объяснить вам, что это возможно и это происходит. Это работа, которая длится, ну там, сначала мы работаем один месяц над созданием, собственно, модели того, чего мы вообще желаем в этой жизни. И потихоньку разбираемся, как это работает. Потом у нас идет трехмесячная программа, где мы изучаем непосредственно ментальные практики, каким образом мы можем перепрограммировать свой мозг. Так мы изучаем, затем мы делаем практики, и так каждую неделю в течение 12 недель. И затем уже у нас есть большое сообщество, где есть те люди, которые регулярно этим занимаются, которые не хотят от этого теряться, и у нас уже идут там дальнейшие ступени. То есть вы должны понимать, что это не история про, вот часто говорят, вот что сделать, это как про волшебную таблетку. Нет, ну ребят, ну это не так работает. Мы всю жизнь программируемы были другими людьми и сами себя неосознанно программировали для того, чтобы получить ту жизнь, которая у нас есть. Ну давайте будем честными, да? Я бы могла вам сейчас сказать, значит, сейчас я вам расскажу суперформулу, нет. Это работа, это точно так же, как упражнение для нашего тела с пониманием того, как это работает. То же самое это упражнение для нашего мозга. Для того, чтобы вы начали отслеживать, что с вами происходит. Здесь есть такой момент, я сразу же вам скажу. Есть, как это называется, вылетело из головы, неважно, как это называется. Будут нюансы, с какими нюансами вы встретитесь. Первое, вы увидите, что в вашем окружении большинство людей вам больше не подходит. То есть вы начнете очень много видеть негатива. То, что вам раньше казалось нормальным, станет вас раздражать. Что я имею в виду? Побочные явления. Вы увидите, как много людей говорят о плохом. Вы увидите, как люди любят жаловаться. Вы увидите, как люди бьют на эту жалость. Вы увидите, как людям будет не нравиться, что вы меняетесь. И вы увидите немножко мир серым. Тот, который есть вокруг вас. И у вас произойдет перенастройка. У вас поменяется окружение очень сильно. И иногда поменяется очень близкое окружение, включая тех партнеров, с которыми вы живете. Первое время это сложно. Потому что ты как будто бы просыпаешься. Вот вы знаете, как говорят, розовые очки снимаются. И ты начинаешь видеть, как люди вокруг активно вообще негативят. Как они думают, ощущение, что ты в грязи просыпаешься. Но раньше ты в ней жил, и тебе было нормально. Но это всего лишь временное явление, потому что вы начнете менять свою реальность. У людей обычно меняются и партнеры, и работа, и часто место жительства и так далее. Вы начнете, как знаете, превращаться у русалочки. Хвост отваливаться, и начнут появляться ноги. Но вот приблизительно с таким вы точно столкнетесь. Не всегда можем справиться с эмоциями. Вот ты только на словах такая. Андрей, я не знаю, кто вы, но, во-первых, я не очень люблю, когда мне тыкают мужчины. Это говорит мне о том, что мужчина себя не уважает, да, прежде всего. Ну, во-вторых, это улыбает. Может быть, даже в первых. Каким образом изменить жизнь? Я уже вам ответила. Как правильно изменить свое убеждение, заменив его на другое? И многократно повторять себе его каждый день, находя для себя все больше и больше объяснений, почему это убеждение для вас гораздо более выгодно. Как только вы начнете это делать, ваша ретикулярно активирующая система, которая находится у вас в головном мозге, начнет помогать вам и подтягивать, обращать ваше внимание в жизни именно на те ситуации, которые происходят вокруг вас, которые будут подтверждать правильность вашего нового убеждения. Благодаря вам отчасти я избавился от страхов. Спасибо, спасибо, Андрей. Я была у вас на рерайтере. Это прекрасно. Что не кофта, то огонь. Это замечательно. Цена месячного обучения. Марафон «Рерайтер жизни» сейчас, вот прямо сейчас, он стоит, базовая версия, 60 долларов. Его стоимость подрастает к моменту начала, но дальше обучение стоит все дешевле и дешевле. История про обучение очень простая. У меня массовая история. У меня не стоит задача обучать очень дорого и очень маленькое количество людей. Я иду на массовый продукт, на большое количество людей. И для меня действительно очень важно, чтобы как можно большее количество людей могли изменить свои мысли и могли создать некую другую реальность. Поэтому стоимость, мне кажется, более чем смешная. Так, Алла, вам понравилось? Так, иногда вы меня раздражаете, но чаще восторгаюсь. Ну, вы же знаете, почему я вас раздражаю. Мы же все прекрасно знаем, почему люди нас раздражают. Я читаю, просто одновременно думаю и говорю, и поэтому чуть-чуть туплю. После месяца опять окунуться в этот мир, а не там, как под гипнозом все в кайф. Так, ваш курс мне помог. Я беру за один видео монтаж сценарий для блогера 1000 гривен. Изменила свое мышление, начала работать активнее помощником блогера. Здорово. Так, не была у вас на курсе, смотрю ваши эфиры, мне страшно от того, что начала отталкивать людей, перестала слушать их нытье и грязь. Но вам должно быть не страшно, старайтесь получать от этого удовольствие. Вы должны понимать, что вот эти изменения, которые происходят, и которые изначально страшат, это нормально, потому что, ну, чего мы боимся? Давайте так, мы боимся изменений, мы боимся, когда вот было так, а станет по-другому. Любая наша точка, которая нас останавливает, будь это расход, развод, уход на другую работу, увольнение, открытие нового бизнеса, рождение ребенка. Мы боимся всегда только одного, неизведанного. Неизведанного. Мы боимся не того, что мы делаем, а мы просто боимся неизвестности. Я вам скажу, что я тоже еще та трусиха. Я вообще раньше нового боялась всего, что только можно было. Меня никуда не заставишь позвонить, написать, встретиться, вообще. Но в какой-то момент я поняла, что новое – это то, что способно принести мне и новое в жизни, что если я хочу получить другой результат, значит, я должна что-то поменять в своем поведении. И я стала стремиться к новому, знаете, смотреть страху в глаза. Потом так сильно понравилось, что мне нужно было остановиться, потому что была опасность, что я поменяю вообще все в своей жизни, просто вообще. Но, тем не менее, опять-таки, дисциплина и сила воли – лучшие друзья для успешных людей. Не забывайте об этом. Полиция мигает мне, видите, как. Так, едем дальше. Посмотрела ваше видео на YouTube, прочитала книгу, все верно, после этого не могу больше общаться со своим окружением. Моя сестра начала развиваться онлайн. Так, реальность меняется, люди тоже. Повторите еще раз, пожалуйста, почему вызывают люди раздражение. Потому что они открывают наши пороки. Ну, конечно же, нет. Люди не открывают наши пороки. Вы меняетесь. Вы должны понимать, что вы совершенство, в принципе, по определению. Вот эта история про то, что люди раскрывают наши пороки. Вы просто начинаете видеть как раз несовершенство других. Вы начинаете видеть, что люди жалкие, бедные, жалуются, что люди, их реальность, которая у них есть, вы начинаете понимать, почему она у них такая. И у вас была такой. Потому что они все время ноют. Потому что они постоянно недовольны. Потому что они все время всех обсуждают. Потому что большинство людей встречается для того, или смотрят телевизор, или что-то делают для того, чтобы обосрать других. Это как история про, знаете, как смотрят спорт, этот говнюк, этот козел. Смотрят политику, этот козел, этот говнюк. Такое ощущение, что людям больше нечем жить. А на самом деле это так. Люди забивают себе время всякой всячиной, потому что с собой заниматься не хотят. Потому что за себя отвечать не готовы. Потому что своим развитием заниматься сложнее. Гораздо проще кому-то сказать, что он козел. И что он не так делает. Даже футболисту на поле, помните? А ты попробуй, пойди, пойди что-нибудь сделай. Вот и все. Так, может и нужно преподавать. У нас разрешение департамента родителей. Государству нужны дураки тоже. Я вам скажу, что государству в принципе дураки и нужны. У нас, у моего мужа есть такая теория, что 90% людей, когда мы обсуждаем вообще образование, которое дается в государственных учреждениях, мы понимаем, что растят роботом. Растят людей, которые будут выполнять то, что им говорят. Потому что при государственном устрое это удобно. А 10%, которые сами в состоянии вот такие, как мы, проснуться и начать что-то делать, это как раз те люди, которые в результате управляют всеми остальными. Потому что они все равно пробьются. Это знаете, как сорняки, простите, в огороде. Все равно прорвутся. А все остальные должны делать то, что им говорят. Представляете, если бы все в мире были такие вот смелые, уверенные, со своим мнением, управлять государством было бы невозможно. Было бы все сложнее. Говорят там армии, иди. А он говорит, а что я должен убивать других людей? Что они нам сделали? А тот говорит, а мы с ним не договорились. Он говорит, ну так это ты с ним не договорился. Пойди вызови его на дуэль. Я-то тут при чем? А тут надо вот это все воспитывать, патриотизм и прочие вещи, чтобы люди как пушечное мясо друг друга стреляли, не понимая вообще, за что они умирают. Но это совершенно другая история. Почему тогда это никто не делает? А кто вам говорит о том, что этого никто не делает? Кто вам говорит о том, что этого никто не делает? Это делают, и это делают многие люди. Посмотрите на людей, которых вы видите успешно. Посмотрите на людей, которые достигают успеха, которых есть много денег, которые путешествуют, которые счастливы. Вы считаете, что у них такое же мышление, как и у вас? Нет. Нет. Я знаю огромное количество успешных людей, которые занимаются медитациями, которые занимаются практиками Каждый приходит к этому по-разному, но тем не менее Когда вам кажется, что никто так не делает, это только потому, что в вашем окружении так никто не делает А это делают Точно так же, как когда кажется, что нет в мире войны, это только потому, что вы живете в стране, в которой нет войны Это касается всего Как что бы нам ни казалось, стоит нам зайдите в больницу Зайдите просто в больницу, вам кажется, что все хорошо Зайдите в больницу, где люди теряют руки, ноги, органы, и вы увидите другую картину Мы всегда получаем и видим то, на чем мы фокусируемся Я это называю правилом фонариком Куда мы светим, то мы и видим Вы можете увидеть в мире все Богатство, бедность, злость, добро Вы можете увидеть, как одни спасают жизни других людей, делают прекрасные дела, а другие наоборот То, на чем вы будете фокусироваться, то вы и будете получать Вы должны это понимать Если вас раздражает кто-то, вы должны понимать, что это ваша проблема Я уже говорила вам о том, что мы не можем работать с другими людьми Мы не можем их менять, мы можем менять себя и свое отношение Есть такая банальная фраза, мы ее сто раз слышали Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней Вы должны понять, что вот Зеланд, я очень люблю его этот постулат В трансерфинге реальности Позволь себе быть собой, а другому быть другим Вы должны понимать, что если человек не готов меняться, он не будет этого делать И если вы захотите его поменять, вы столкнетесь только с конфликтом Поэтому идти в массу, например, сейчас и говорить о тех вещах, о которых я говорю, я не буду Потому что половина забросает меня чем-то Потому что каждый видит свою жизнь такой, как он видит Точно так же, как и мне, глупо выходить на площади и говорить людям, что они мудаки, потому что они так живут Ну нет Поэтому вы должны понимать, что ваш брат, он такой, какой он есть Он живет своей жизнью, он имеет на это право И как бы вам сильно не хотелось изменить его жизнь, я для себя взяла одно правило Единственное, как я могу помочь другим людям изменить свою жизнь, это своим собственным примером Я могу сделать так, чтобы мой пример был заразителен для других людей Чтобы когда они на меня смотрели и видели мою жизнь, они говорили, а что ты сделала? А расскажи нам свою историю И моя история уже мотивировала их для свершения Мы можем это делать только примером, точно так же, как и на своих детей Когда мне пишет девушка какая-то, много мне пишут таких И говорят, вот моя жизнь не состоялась, я хочу, чтобы состоялась жизнь моих детей Поэтому я их заставляю делать то-то, то-то Я говорю, ты себя заставь Ты себя заставь, ты всегда будешь примером для своих детей Если ты никак не развиваешься, если ты не работаешь Если ты не делаешь ничего классного и только их пилишь Что они чего-то должны, они тебя будут ненавидеть Они тебе не поверят Я хочу быть успешной для того, чтобы показать своим детям, заразить их успехом Показать им, как это классно Мои дети фигачат очень много У них очень много тренировок Они развиваются в своих любимых видах деятельности И они смотрят на маму с папой, которые делают то же самое И поэтому у нас нету типа истории там про то, что почему я должен это делать У нас все любят быть реализованными Все любят развиваться, все любят показывать, чего они достигли Всем нравится заниматься тем, чем им нравится Вот и все Поэтому если вы хотите, чтобы другие люди брали с вас пример и менялись Покажите им пример И поверьте, ваш брат посмотрит и скажет Слушай, ну а мы ажи как Сам не состоялся, но буду кого-то пилить, что он живет не так По вашему субъективному мнению вы живете лучше, правильнее Но нет, сделайте так, чтобы это было очевидно Так Изменить сам и все изменится вокруг Да Ужасно, когда взрослый человек ставит крест на себе и начинает заниматься судьбами других Да, ну бывает, знаете, что люди, например, не ставят крест Но вот самое ключевое Я очень много встречаю таких людей, которые говорят там Блин, у меня в жизни пока полная жопа А кем ты хочешь быть? Я хочу быть лайф-коучем Модная такая история Я хочу научить жизни других А что ты со своей жизнью сделал? Не, ну я хочу научить Вот вы должны осознавать, что нет ничего в мире и в жизни прекраснее, чем работа над собой Это офигенно, когда вы понимаете, что вы Я это называю снеговичком Каждый день делайте еще один круг, еще один слой для того, чтобы вы усилились Вы должны чувствовать рост собственной силы Пусть он вначале будет незначительный Все начинается с маленькой льдышечки, которую вы в ручках жали кое-как Чтобы она не растала И на нее начинаете накручивать вот этот вот большой шарик Иногда он там развалится, помните, как в детстве Но тем не менее, когда вы настраиваетесь на то, что у вас будет снеговик Вы его обязательно слепите То же самое происходит в жизни Поверьте мне, машины, квартиры, дома, отдыхи, деньги Они не берутся из ниоткуда Это ежедневная работа Но это не та работа, где надо пахать Это та работа, которую вы должны делать здесь Потому что то, что вы сделаете здесь, останется с вами навсегда У вас могут исчезнуть деньги Но ваша энергия и ваша внутренняя вибрация всегда притянет к вам еще больше денег У вас может закрыться один бизнес, но открыться другой У вас может уйти один партнер, или вы от него уйти И вы найдете другой Вы можете менять машины, неважно что Это все лишь декорации Самое ценное это то, что есть здесь Поэтому работайте всегда со своей головой Научитесь делать это Именно поэтому я и посвящаю своему рерайтеру жизни свою жизнь, себя Потому что мне очень нравится видеть, как благодаря моим знаниям Благодаря тому, что я могу дать людям Мне кажется, что я, наверное, не столько знаний даю, сколько все-таки энергии Я могу видеть, как люди меняются И это самое ценное, что может быть Потому что когда я понимаю, что я смогла изменить человека Не здание, не машину, не асфальт, а человека А человек, когда меняется с жертвы на хозяина жизни Поверьте, он может сотворить очень многое Вот в этом и есть кайф Мой личный кайф, по крайней мере, в этом Так, три года назад в инстаграме Три часа без перерыва Слушала вас про обиды, ненависть и злобу Спасибо, Ольга Не могла в бизнесе продвинуться И вот работая над обидами Я сегодня статусом серебро Умничка Если начать мыслить по-другому, это поможет? Я вот верю, что поможет Но я же вам говорю, что, конечно, это поможет Но просто вы должны понимать, что это работа Я об этом рассказывала весь эфир Это ежедневная работа Не ждите Вот знаете, многие люди приходят и ожидают, что через месяц с ними произойдет чудо Любое настоящее чудо начинается с маленького чуда И первое маленькое чудо, это когда вы начинаете каждый день уделять внимание тому, чему раньше не уделяли Вот любой большой путь начинается с одного шага Это правда Я несколько раз в своей жизни худела серьезно И вы знаете, каждый раз так сложно, когда ты смотришь на себя в зеркало и не нравишься себе совсем И ты не понимаешь, ты там месяц над собой работаешь, и изменения кажутся такими маленькими Ты думаешь, господи, ну никогда этого не произойдет Но тем не менее, если вы продолжите и будете это делать, то все изменения будут Точно так же и с вашей жизнью Я неоднократно вылазила из жопы, из финансовых ям сильных Когда вроде все-все-все было, а потом Я когда проанализировала все причины, я поняла, что провалы были всегда именно в мышлении Потому что именно это всегда тебя откатывает назад Именно мышление определяет, кем вы будете И когда вы в своем мышлении проваливаетесь, деньги и все остальное проваливаются вместе с вами Поэтому единственный способ не проваливаться, единственный способ в своей жизни не откатываться назад Это ежедневно работать со своим мышлением, с помощью ментальных практик Постоянно, я называю, у меня есть такое правило каната Постоянно придерживаясь, как будто бы в твоей жизни есть вечный канат, за который ты можешь держаться Вот это этим и является Поэтому, если вы хотите это попробовать Если вы хотите ближе понять, о чем я рассказываю То welcome, приходите ко мне на рерайтер жизни Один месяц своей жизни, я думаю, вы сможете посвятить марафону Это очень интересно, потому что мы во время марафона пишем книгу своей жизни, мечты Вы начинаете задавать себе такие вопросы, которых раньше никогда не задавали А дальше, если вам это уже нравится, если вы понимаете плюс-минус, что эта реальность вам симпатична Вы узнаете, я даю достаточно в течение первого месяца информации, которая подтверждает, что вы сможете получить свою реальность Но затем начинается работа Я этого не скрываю, затем начинаются ежедневные практики, ежедневные упражнения Но это крайне интересно, я стараюсь все время что-то добавлять и делать для того, чтобы люди не угасали Я сама делаю практики, я об этом говорила, уже практически в течение года без единого перерыва Ни единого дня у меня не бывает перерыва между практиками Каждый день я уделяю этому 30-40 минут, каждый день Вне зависимости от того, что со мной происходит, коронавирус, я хочу спать, у меня день рождения Сегодня мне нужно ехать в другой город, я за рулем, не имеет значения Вот письменные есть практики, которые устно делаются, а есть письменные Вот письменные вы можете видеть, вот я вожу даже с собой Для того, чтобы в тот момент, когда я не могу что-то сделать Ну, точнее, у меня есть время, и я не хочу потом его тратить дома Я беру это с собой для того, чтобы вот сесть и написать Сейчас эфир закончится, у меня будет еще немножко времени до окончания занятий моего ребенка Потому что сейчас у нее тренировка Я сделаю свои практики для того, чтобы потом спокойненько жить и не переживать, что я их пропустила Вот, собственно, так Спасибо большое Как найти себя? Сутками работаю на работе, иногда нравится, иногда уволится То есть не понял, что мое Это тоже работа начинается тогда, когда вы начинаете разбираться со своими желаниями Приходите на рерайтер, у меня ответ всегда один, потому что до тех пор, пока вы не остановитесь и не начнете уделять внимание себе Вы же находите время на то, чтобы фильм посмотреть, находите время, чтобы с другом встретиться Находите, вот найдете и на это Так, практики одинаковые или разные? Нет, ну что вы, практики очень разные, очень разные Хочу на рерайтер, понимаю, что будет пипец, есть страх даже на эфирах такой волшебный пендель Вы волшебница, спасибо большое Это будет увлекательно и интересно, это я вам точно могу сказать Рерайтер жизни следующий будет в феврале В марте не будет марафона, поэтому если хотите поработать, то приходите Вся информация о рерайтере у меня есть сверху в профиле в инстаграм Если будет эфир в ютубе, значит будет под видео Приходите Итак, у меня осталась минута до окончания эфира Пишет чудесный мой инстаграм Спасибо вам всем огромное, всем спасибо новичкам, кто был сегодня в первый раз Огромное спасибо, кто не в первый Люблю, целую, пух Меняйтесь, друзья И помните о том, что в какой бы заднице, простите, вы сегодня не находились Все это можно изменить и переехать совсем в другую жизнь То, что у вас в голове, то и вокруг Поэтому если сегодня в жизни не очень, то подумайте о том, что живет здесь Обнимашечки, люблю, целую По поводу туров я непременно все планирую, но когда закончится наш коронавирус